Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы написали. Собственно, его суть заключается в том, что вы не знаете сейчас телеван на встречу с маленьким человеком, который снова написал вам после первого, скажем так, неудачного свидания, где он вам показался легкомысленным в силу того, что решил помимо вас пригласить ещё кого-то. И вы сказали ему, что поскольку мы с тобой не в серьёзных отношениях, то ты можешь присматриваться к кому-то ещё, но мне это неприятно. И вы, в принципе, как мне кажется, ну, вы, что называется, в своём полном справе находились и находитесь, вот, когда, условно говоря, ну, не хотите, чтобы выбирали вас, да, то есть вы хотите, это нормально, что вам хочется, чтобы всё-таки видели вас, а не, там, не знаю, не выбирали. Но, в чём здесь, на мой взгляд, проблема? На мой взгляд, проблема заключается в том, одна из основных, что вроде бы, вроде бы, вроде бы, по началу, всё хорошо, но у вас есть своя, ну, такая вот чёткая позиция, то есть эта позиция, она, мне неприятно. Какой бы она ни была, эта позиция, но дальше, вы говорите, как бы, что, ну, значит, ты можешь так поступать, мне неприятно. Какое-то время, я так понял, вы с ним провели, а потом расстались, по вашей инициативе, инициативе. Честно говоря, мне кажется, что здесь есть некоторая, некоторая неуверенность в, ну, в своей позиции, мне так кажется, по крайней мере. Вот, я, конечно, не уверен, я, конечно, не уверен, но мне кажется, так. Почему, да, почему? Потому что, ну, вот вы, вроде бы, ну, решили всё, что человек вам не подходит, к примеру. Вот, вы решили, хорошо. Ну, вам бы стараться эту позицию продвигать. Вместо этого сейчас вы сомневаетесь и говорите, а может быть мне всё-таки пойти с ним на свидание. Ну, мне всё равно. Вот. То есть, у меня, вот, есть такое, столько ощущение, что вы, ну, не готовы, а, как будто бы, сами, свою позицию оставить. Но проблема заключается в том, что если вы не готовы это делать сами, то никто не будет это делать за вас, никто не будет это делать для вас. Понимаете в чем штука? Поэтому здесь вам нужно определиться, не искать какие-то решения. Сейчас вы, например, спрашиваете, зачем ему это нужно, какие цели преследовать, как себя лучше вести, если с этим пойдем гулять. Это все в образе недоверия себе. Я надеюсь, что вам есть способность сказать. Это в образе все, недоверие себе. Потому что на эти вопросы вам нужно самостоятельно найти ответы. Другое дело, другое дело, что вы не знаете этих ответов. Например, вы не знаете. И вот мы можем вам помочь в этом, помочь в том, чтобы эти ответы найти. Вот. А условно говоря, это можно сделать. Это можно, это нужно, нужно сделать. Только вот таким образом. Только через исследование вас и того, как вы выстраиваете отношения с людьми. Потому что, ну, мало ли, может быть, вы, там, например, в контакт с человеком, да? Может быть, вы в контакте с человеком, я не знаю. Это просто предположение. Ну, может быть, вы в контакте с человеком, приносите, что радость это такое, что дает ему возможность понять, что ага, она в себе не очень уверена. Она не очень знает, чего хочет, она не очень, она сомневается, например. Ну, просто сомневается. Вот. Ну, это значит, это значит, если мужчина чувствует, что вы сомневаетесь, можно гнуть свою линию. Что он и делает? И правда заключается в том, важно, хорошая это правда или плохая. Вот. Правда заключается в том, что он прав. Он по-своему прав. К сожалению. К сожалению, человек по-своему прав. Вот. А что он может хотеть и какие он цели может быть следовать, это знает только он. Могите, не знаю. Полагаться вам нужно в любом случае на себя. Да. Имейте, пожалуйста, это в виду. Если вы не можете, если вы боитесь, если вы не уверены в себе, то мы вам поможем эту уверенность обрести. Вот. Страхи, там, какие-то сложные моменты, контакты, стыд и прочее. Все это мы поможем прояснить. Всего вам самого доброго, удачи, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Еще одно продающее время. Это чуть базирование на это, значит, привет, DüВ. Така соです. Иovатерина… И его яismus можете выбрать.